ну все мы начали как вы думаете что это это у нас компот волшебно кстати немножко вот вам номер покажу даже кондиционер это мой шкафчик тумбочка вещь телевизор и так далее чтобы не думали что этот бомжатники покрывала если чё фокус теряется мы вот что решили сделать бухнуть селька во-первых скоро уезжает во-вторых надо немножко приподнять нам боевой дух мы сегодня на море повалялись прошлись комсами грустно доходили большой мне кажется километров не так уж прямо это всего всего-всего-то господи тем выберись из графика немножко по сравнению с обычно кушаем и типу ветчины да вот батон печеньки таблерончик шоколадка есть еще бум бастик фрукты решили не брать потому что не сдались так букал мой мы чокнулись лёгкая вот это достаточно лёгкая тогда ты мне красный давал такую пробу она насыщена но красная не а белый еще легче мне кажется не очень кислый на мое удивление хотя это обычно сухой но в том смысле они там не полу сухое да именно кому драй ну ничего ничего сама тема то нормально только надо это погромче ульвира есть одна тема рассказать хочет по поводу отдыха на солнечном побережье алании когда я здесь была в последний раз в октябре месяце 13 октября мне мой день рождения и последние уже года три-четыре я стараюсь отметить его в Турции именно здесь в Алании потому что очень люблю этот город мой прошлый день рождения в октябре 23 года правильно да ты мне называешь в октябре 23 года да вот 23 и 21 года мой день рождения был шторм было очень солнечно было очень жарко но был сильный шторм и купаться было нельзя поэтому я просто загорала со своей подругой с которой мы здесь познакомились но в этот день произошел на наших глазах очень интересный инцидент один из туристов ну русский естественно как можно догадаться вот он пошел все-таки купаться и стал тонуть причем стал тонуть на глазах на глазах у всего пляжа мне очень понравилось что тут спасатель который находится на пляже Дамлаташ он находится здесь постоянно в сезон сориентировался моментально это просто было четко выберенные действия он побежал организовал тут же мужиков туристов собрал дал им какую-то веревку и ломанулся спасать в эти волны страшные человека который тонул он его вытащил человек был без сознания мы конечно все сбежались посмотреть на это дело человек был без сознания спасатель его откачал отказал ему первую помощь подъехали медицинские службы достали там кислородную маску все там нацепили на этого чувака он отошел оклемался значит парня этого зовут Андрей который тонул да который тонул зовут его Андрей по-моему он из Самары если я не ошибаюсь потому что несколько дней подряд потом я с ним каждый день делась на пляже и общалась он от этого спасателя не отходил просто благодарил его каждые пять минут и старался всячески помочь ну а ты был как ты был он тоже благодарил он за спасение жизни был очень благодарен как потом я со спасателем общалась вот меня Андрей сводил в ресторан меня Андрей сводил какой-то крутой хамам потом он его в какой-то крутой клуб повел и в конце концов я конечно извиняюсь я сказала как мне этот Андрей уже надоел но слово там было другое только очень хорошо узнает русский ман да я говорю ну понимаешь человек же тебе обязан жизнью и он всячески пытается себя отблагодарить он говорит да он говорит у меня не первый и не последний в прошлом году за сезон как мне сказал спасатель на Клеопатрии как минимум два человека утонуло одна женщина да и один мужчина 50 с чем-то лет но он утонул мы их сейчас помянем да он утонул потому что купался в волнах и он просто испугался и у него с сердцем получились проблемы и утонул он я вот знаю например такую тему да то что допустим когда не дай бог так вот не к твоему отъезду сказано да то что допустим когда самолет падает человек умирает еще в воздухе до падения до падения от страха от разрыва сердца да 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 я тоже знаю эту тему да надеюсь это вообще пропустить такие рассказы от страшилки да будьте аккуратны там на пляж не знаю на воде вообще да длинную жизнь ну всякое может произойти я могу сказать девятнадцатом году мы отдыхали здесь неподалеку от Алани с подругой отдыхала нет не с подругой нас было больше в смысле не со мной он сказал с нами у нас отдыхало больше сорока человек у нас была группа вот и из нашего отеля там были две женщины пожилые вот женщина 72 года пошла плавать стало плохо с сердцем и она захлебнулась но как сказали нам объяснили что она не столько захлебнулась сколько вот она умерла от сердечного припадка и просто ее вытащили все но уже было поздно как сказала мне одна весьма уважаемая мною женщина смерть в Средиземном море не самое худшее что может быть в этой жизни ну да а вы в каком море хотели это сделать да блин у меня глаза слезятся немножко а возвращаясь к истории со спасенным человеком в октябре этого года спасатель в очередной раз уже не первый кстати как он сказал стал героем местное телевидение приезжали телевидение снимали про него сюжет вот он давал интервью ну естественно давал интервью и сам спасенный и это все про транслировали по местному телеканалу вот так вот истории всякие разные бывают то вам очередная байка от Эльвиры хахахахаха будем надеяться что-то там было интересно да что-то поучительное немножко это мы конечно это выпиваем но я не буду снимать там 20-ти минутное видео ну вот как бы мы будем дальше это подбухивать да немножко но расслабляться а вы нам потом там напишите в комментариях что вы об этом думаете и о том что мы бухаем и о том что это надо быть с безопасностью на ты так сказать ну ладно как обычно сейчас скажут видео ни о чем конечно ну вы поставьте пожалуйста лайк там или я не знаю дизлайк что вам ближе спасибо спасибо пока пока